Когда-то я жил в России и занимался там журналистикой. А журналистика это такая профессия, которая предполагает, что периодически ты становишься адвокатом дьявола. Это означает, что ты подвергаешься мнению высказывания даже тех людей, чьи взгляды тебе очень симпатичны. И это означает, что ты становишься и пытаешься понять позицию тех людей, чьи взгляды тебе не симпатичны. Вот почему я подготовил 16 очень простых вопросов для тех людей, которые поддерживают военную операцию в Украине и поддерживают Владимира Путина. Эти вопросы составлены по очень простой схеме. Допустим, вы абсолютно правы. Но как тогда быть с тем, что? Я не спорю с теми людьми, которым я задаю эти вопросы. Я не пытаюсь их переубедить, поскольку знаю, что люди очень тяжело меняют свои взгляды, даже когда сталкиваются с фактами, которые их полностью опровергают. Как правило, люди в таких случаях проходят те же стадии, что любой человек в шоке. Сначала отрицание, потом гнев, потом торг и только потом смирение с реальностью. Я очень прошу вас показать этот видеоролик тем людям в вашем кругу, которые поддерживают Владимира Путина и военную операцию в Украине. Повторяю, не нужно спорить. Будет достаточно, если они просто посмотрят эти вопросы. А еще лучше просто распечатать эти вопросы. Они в письменном виде, все находятся в описании этого видеофайла на моем канале в Ютьюбе. Вы можете сделать что-нибудь еще. Ну, например, распечатку положить по почтовым ящикам ваших соседей в подъезде. А если вы старший школьник или студент, вы без меня знаете, что в таких случаях с вопросами нужно делать. Я написал эти вопросы еще и за тем, что веря в то, что люди умеют меняться. В конце концов, Умберто Эко в своем детстве был образцовым фашистом. А нобелевский лауреат, замечательный немецкий писатель Гюнтер Грасс не только состоял в Гитлерюгенде, но потом и служил в частях СС. Люди способны меняться. Задайте им эти вопросы. Первый вопрос. Ради чего вообще это все? Да, я знаю, что вы мне скажете. Ради спасения мирного населения в Луганской и Донецких областях на востоке Украины. Скажите, но вы действительно считаете, что ради спасения мирного населения на востоке Украины нужно было вводить войска в Украину сразу с четырех направлений? Вы действительно считаете, что ради спасения мирного населения на востоке Украины нужно было бомбить мирное население в Киеве, Харькове, Чернигове, Мелитополе, Сумах? И этот список совершенно огромен. Вы действительно считаете, что ради спасения стариков, женщин и детей на востоке Украины нужно было превратить в беженцев полтора миллиона на сегодняшний день стариков, женщин и детей во всей Украине? А мы здесь в Европе ждем, что беженцев со всей Украины будет не меньше семи миллионов. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вы действительно считаете, что колоссальный удар по экономике России, двукратное падение рубля, двукратный, возможно, и трехкратный рост цен, рост безработицы, потеря доходов, уничтожение целых отраслей экономики, например, автомобилестроительные, которые в России больше нет, Вы действительно считаете, что это очень хороший способ помочь старикам, женщинам и детям на востоке Украины? Третье. Я знаю, что вы можете сказать. Удар по экономике России нанесла не самая Россия, а ответные санкции Запада. Но ответные санкции Запада в ответ на введение войск в Украину были абсолютно, стопроцентно прогнозируемы и предсказуемы. Скажите, пожалуйста, если человек или люди, которые планировали военную спецоперацию в Украине, не просчитали элементарных экономических последствий этого шага, вы действительно уверены, что они по-настоящему хорошо спланировали и военную операцию, и все ее возможные долгосрочные последствия? Четвертое. Допустим, российские войска в Украину введены не только спасение стариков, женщин и детей на востоке Украины, а ради спасения всех русских в Украине, которые находятся под игом и под гнёдом, об этом постоянно говорит Владимир Путин, захвативших власть украинских нацистов. Скажите, пожалуйста, вы хоть раз видели, хотя бы по российскому телевидению, чтобы жители освобожденных городов и сел в Украине, городов и сел, которые русская армия освободила от нацистов, чтобы они встречали своих освободителей хлебом и солью или хотя бы объятиями? Объясните, пожалуйста, почему жители освобожденных городов и сел Украины встречают своих освободителей гранатометами, а в самом мягком случае проклятиями и обзываниями своих освободителей оккупантами? Пятое. Если Украина захвачена нацистами, а Запад заодно с нацистами, объясните, пожалуйста, почему абсолютное большинство беженцев с Украины стремится сейчас к покровителям нацистам на Запад, а вовсе не к своим спасителям в Россию на Восток? Шестое. Скажите, пожалуйста, если власть в Украине захвачена нацистами, то почему в Украине Израиль разворачивает свои полевые госпитали? Почему израильские добровольцы едут сейчас воевать не на стороне России, а на стороне Украины? Скажите, пожалуйста, с каких это пор Израиль стал поддерживать нацизм? Седьмое. Если власть в Украине захвачена, то объясните, почему с 2014 года там прошло уже двое свободных президентских выборов и сменилось уже два президента? И почему президент Порошенко, который, получается, захватил власть, безропотно после следующих выборов отдал свою власть другому президенту, Владимиру Зеленскому? Восьмое. Если Россия ведет справедливую войну, это значит, что каждый ее солдат – это абсолютный герой, и каждый павший солдат должен быть похоронен с воинскими почестями. Почему тогда Россия, кажется, впервые за всю свою историю отказывается забирать тела своих убитых в Украине солдат? И скажите, пожалуйста, за первые две недели войны вы хоть раз слышали, что Россия призывает Украину к переговорам по поводу обмена пленных? Девятое. Радиостанция «Эхо Москвы» славилась тем, что приглашала в свои эфиры, как известно, представителей всех сторон. И горячих сторонников Владимира Путина, и не менее горячих сторонников Навального. Это были прямые эфиры. Скажите, пожалуйста, почему вместо того, чтобы представителям государства прийти в прямой эфир и объяснить в любом самом отчаянном споре свою позицию, обосновывающую необходимость войны на Украине, государство просто закрыло «Эхо Москвы»? И если вы действительно считаете, что в правде сила, а я верю, что вы так считаете, скажите, пожалуйста, почему власть после начала военной спецоперации закрыла около 30 независимых средств массовой информации в России? Десятое. Допустим, Россия завоюет Украину. Скажите, пожалуйста, как вы себе представляете будущее страны, где абсолютное большинство населения называет русские освободительные войска оккупантами. Как вы вообще себе это представляете? Кого выберут в Украине, если там после этого провести свободные президентские выборы? Или, может быть, вы считаете, что выборы не нужно проводить, а нужно поставить во главе Украины того человека, который устраивает в Кремль? Да, это тоже возможно. Ну, такая должность называется гауляйтер. А гауляйтеров на Украине ставил Гитлер. Одиннадцатое. Допустим, Киев и все остальные города, которые сейчас бомбят, полностью завоеваны и, возможно, даже уничтожены. Скажите, пожалуйста, а за чей счет будет Украина восстанавливаться после войны? Сколько оккупационной полиции потребуется прислать из России для наведения порядка среди населения, которые видят в освободителях-оккупантах? И сколько ОМОНовцев, спецназовцев, Росгвардейцев убьют в итоге украинские партизаны? И еще раз, ради чего, зачем, для какой цели это все нужно? Двенадцатое. Допустим, российские войска пришли в Украину ради более грандиозной цели, чем спасение русского населения от иго-нацистов и чем спасение мирных жителей Донецка. Допустим, российские войска вошли в Украину, чтобы предотвратить войну, войну, которая НАТО, придвинувшись к границам России, против России, рано или поздно начнет. Скажите, пожалуйста, ну почему тогда не боятся НАТО, граничащие с ним Финляндия, Швеция, Хорватия, Сербия, Северная Македония? Почему не боятся нападения на себя НАТО, полностью окруженные странами НАТО, Австрия и Швейцария? Тринадцатое. Допустим, Украина, допустим, простите, Россия делает сейчас на Украине святое дело. Но почему это святое дело в мире не поддерживает вообще никто, за исключением Ритрея, прочитайте про страну Википедии, Венесуэла и Куба? Даже Китай не поддерживает. Четырнадцатое. Вы действительно считаете, что антивоенные митинги в России следует разгонять их участников и сбивать, заталкивать в автозаки, судить, давать сроки или же присуждать большие штрафы? Скажите, пожалуйста, вы действительно считаете, что это правильно, когда преступлением в России сегодня является любой плакат с надписью «Нет войне»? Если вы так считаете, ответьте, пожалуйста, согласны ли вы выйти на улицу, персонально вы, с плакатом «Да войне», «Да мы, русские, хотим войны». Пятнадцатое. Россия может остановить войну, прекратить военные действия, при том условии, что Украина признает российскими Крым, а затем Донецку и Луганские области. Однако в Уголовном кодексе Российской Федерации существует статья 280.1, где за призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности страны, можно получить до пяти лет тюрьмы за одни только призывы. Скажите, пожалуйста, почему нарушать территориальную целостность Украины – это подвиг, а вот нарушить территориальную целостность России – это уголовное преступление? Как вы это самим себе, хотелось бы мне очень знать, объясняете? И, наконец, последнее. Если Владимир Путин взорвет атомную бомбу, даже тактическую, будете ли вы по-прежнему считать, что Владимир Путин с этой войной прав? И готовы ли вы вместе с вашей семьей, с вашими любимыми, с вашими родными, с теми всеми людьми, кто действительно вам дороги, превратиться в радиоактивный пепел ради великой русской идеи? Согласны ли вы уничтожить человечество и, как там говорил Путин, как праведники попасть в рай только ради великой русской идеи вместе с Путиным? И если вы согласны уничтожить все человечество и отправиться в рай тоже ради великой русской идеи, скажите, пожалуйста, чем вы тогда отличаетесь от смертников-террористов Усамы Бен Ладена?